Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июля подготовить поправки в законодательство для субсидирования ипотечного кредита по ставке до 6% годовых. Речь идет о многодетных семьях, в которых родился четвертый и последующий ребенок. Что касается других категорий граждан, объем ипотечных кредитов, по словам экспертов, растет. И это связано с постепенным снижением процентной ставки. Как это отразится на экономике и что нужно для того, чтобы жилье стало доступным, узнавал Максим Ахметов. Спальный район Волгограда «Семь ветров» растет с каждым годом. Целые микрорайоны появляются на юге и севере областного центра. Несмотря на это, собственные квадратные метры для многих жителей остаются несбыточной мечтой. Осуществить ее в современных условиях вполне возможно, считает промышленник Олег Савченко. 6%, 7% это максимальная ставка, которая должна быть сегодня по ипотеке. Насколько будет низкая процентная ставка по ипотеке, настолько будет востребовано жилье, насколько будет востребовано жилье, насколько будет востребован строительный сектор, в котором студятся 100 тысяч человек. Вот видите, краны стоят. От этой важной детали процентная ставка по ипотеке зависит, я вам сейчас объяснил, очень много показателей и очень много факторов. Слово за государством, слово за государственными банками. О том, что процентную ставку по ипотеке необходимо снижать, говорил и президент России в своем послании к Федеральному собранию. Если кредитование станет доступным, оживится строительный сектор. В начале июня один из крупнейших банков страны снизил процентную ставку до 9,4%. Это стало своеобразным рекордом для России. Как и то, что число желающих взять кредит на приобретение жилья заметно выросло. В первую очередь квартиры в новых домах приобретают молодые семьи. Мы должны думать о рождаемости. Мы должны думать не только о каких-то бытовых вещах, связанных с экономикой, со строительством, с рабочими местами. Мы должны думать уже о нации. По мнению экономистов, ставки по ипотеке продолжат снижаться. И к концу этого года могут достигнуть 8,5%.